Форум завершен. Итоги подведены. В Сочи на полях российского инвестиционного форума подписано 567 соглашений и протоколов о намерении на общую сумму 968 миллиардов рублей. Ненецкий округ подписал 7 соглашений. С кем и о чем расскажем в материале выпуска. Александр Цибульский предложил при реализации нацпроектов учитывать специфику региона. Такое мнение он высказал по итогам пленарного заседания российского инвестиционного форума. Речь шла об эффективности достижения регионами определенных нацпроектами целей. Перерыва не будет. Первая городская баня будет работать в прежнем режиме. Такое решение приняли городские власти после детального рассмотрения данного вопроса, а также изучения мнений жителей Нарильмара. С главными событиями к этому часу в студии Мария Владимирова. В Сочи завершился российский инвестиционный форум. Он прошел на площадке главного медиа-центра Олимпийского парка и объединил более 8 тысяч ведущих экономистов. Министов и предпринимателей, экспертов и консультантов, журналистов и экспонентов, руководителей крупных отечественных и зарубежных компаний, представителей федеральных и региональных органов власти. Участие в форуме приняла и делегация Ненецкого округа. Ненецкий округ на российском инвестиционном форуме впервые представил свой стенд. Здесь и нефтяная вышка, и чум, и сувенирная продукция. Все, что может привлечь инвесторов на нашу территорию. Ненецкий автономный округ в этом году впервые выступает в таком формате, организовав выставку и презентацию регионов в форме стенда. Я считаю, что, безусловно, это важно и значимо для региона, потому что позволяет представить наш регион, его возможности, его потенциал. Продвигает регион как в российском пространстве, так и на международной арене. Поэтому, безусловно, это важно для узнаваемости, для привлекательности. Для нашего региона стенд стал и основной площадкой в рабочей программе форума. Одно за другим здесь заключаются соглашения, направленные на социально-экономическое развитие Ненецкого округа и на взаимное сотрудничество с другими регионами. Соглашение и план мероприятий по реализации соглашения подписано. Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве регионов Ненецкий округ заключил с Псковской областью. Документ стал первым двусторонним соглашением между субъектами Северо-Западного федерального округа и подписан сроком на пять лет на полях российского инвестфорума в Сочи. Мы сегодня подписали соглашение. Это, на самом деле, плод уже наших почти годичных переговоров с Псковской областью. Приятно, что соглашение, как мы, собственно, и планировали, не осталось рамочным, а уже сопровождается конкретным планом мероприятий, которые мы будем совместно реализовывать. Это мероприятие и в сфере туризма, и в сфере гуманитарного сотрудничества, и экономического сотрудничества, и в сфере транспорта, авиации, логистики. Много направлений, в которых мы можем быть взаимовыгодны и интересны друг для друга. Я думаю, что межрегиональная кооперация – это будущее региональной экономики. И мне приятно, что мы с коллегами находим в этом смысле общий язык. Александр Натальевич сказал уже направления перспективные для нашего совместного сотрудничества. Также мы обсуждали вопросы взаимодействия в сфере жилищного строительства. Ну и, конечно, мы основной акцент делаем на развитие туризма и развитие наших авиакомпаний. Думаю, что мы в ближайшей перспективе сможем поделиться нашими совместными планами в этом направлении. На ближайшие три года Ненецкий округ утвердил совместные планы и с Республикой Коми. Александр Цибульский и Сергей Гапликов подписали протокол номер 7 к соглашению о намеренных по развитию взаимодействия и сотрудничества. План совместных мероприятий охватывает широкий спектр направлений, в том числе природоохранную деятельность, развитие лесопромышленного комплекса, промышленное производство, энергетику, освоение месторождений полезных ископаемых и другие. Я хочу поблагодарить за проделанную работу. Действительно, все актуализированное заложено в указанном протоколе. Мы, правда, уже давно взаимодействуем в рамках практически единого экономического пространства. Все, что происходит у нас, происходит в совместных планах развития в дальнейшем. И, безусловно, все, что мы запланировали, безусловно, выполним. Это будет на пользу Республики и Ненецкого автономного округа. Спасибо за сотрудничество. Новым направлением для Ненецкого округа станет сотрудничество с Республикой Абхазии. Меморандум о намерениях по развитию торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества между администрацией Ненецкого округа и правительством в республике также был подписан на полях Российского инвестиционного форума. Для нас крайне важно найти те взаимодополняющие точки для наших территорий, в которых мы могли бы быть взаимно полезными другими. В моем понимании мы могли бы начать именно с развития туристско-рекреационной сферы, понимая огромный туристический потенциал Абхазии в этом смысле. Мы все из детства помним те красоты, когда мы отдыхали в судьбе и наслаждались этим прекрасными краями. Я думаю, что мы могли бы пойти по пути софинансирования из окружного бюджетного направления организованных групп наших туристов. В первую очередь детей, детей с особенностями здоровья, пожилых людей, может быть, отличников учебы в качестве поощрения. Но для этого крайне важно, чтобы абхазская сторона предусмотрела условия, в рамках которых люди будут получать пакетный туб, чтобы это не было просто оплатой пребывания в том или ином лагере оздоровительном или санатории, а все-таки, чтобы люди получали полностью весь пакет, начиная от транспорта, заканчивая пребыванием на месте. Вице-премьер, министр финансов Республики Абхазии Джан Сохнанба со своей стороны также подчеркнул значимость сотрудничества с Ненецким заполярьем. Мы все так же сохраняем наши традиции. В первую очередь это абхазское гостеприимство. Мы готовы угощать наших гостей различными сельскохозяйственными продуктами, экологически чистыми. На наш взгляд, у нас есть ряд серьезных конкурентных преимуществ, которые мы можем предложить вашим жителям и с удовольствием готовы принять. Еще одна договоренность, которая была достигнута на полях форума – создание в Ненецком округе регионального центра выявления и поддержки одаренных детей. Это стало возможным благодаря подписанию соглашения между Ненецким округом и фондом «Талант и успех», который создан на базе центра «Сириус» в Сочи. Педагогами центра являются выдающиеся деятели науки, культуры и спорта, а участниками смен – школьники от 10 до 16 лет, показавшие наивысшие достижения в хоккее, фигурном катании, естественных науках, академической музыке, хореографии и живописи. Очень важно, чтобы мы смогли подписать соглашение на форуме, потому что это две повестки, которые соединяются. Соединяются именно ради того, чтобы мы готовили и в «Сириусе», и в регионах, и на базе партнеров в рамках сетевого взаимодействия кадры для приоритетных региональных проектов. На сегодняшний день в банк данных одаренных детей Ненецкого округа вписано 268 юных жителей региона, в том числе 73 в Нарьинмаре и 195 в сельских населенных пунктах округа. Поэтому, отметил Александр Цибульский, опыт образовательного фонда «Талант и успех» будет бесценен. В вопросах цифровизации региона партнером Ненецкого округа станет компания «Ростелеком». Соглашением, которое подписали глава округа Александр Цибульский и президент Ростелекома Михаил Осиевский, очерчены планы по дальнейшему взаимодействию в рамках реализации основных этапов проекта «Умный регион». А в вопросах реализации национальных проектов Ненецкий округ будет взаимодействовать с агентством инвестиций в социальную сферу. Соглашение направлено на реализацию совместных проектов в таких сферах, как жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт и связь, развитие предпринимательства, реализация проектов в области образования и здравоохранения. Надеемся, что ваш опыт, ваши компетенции, которые у вас есть с точки зрения привлечения частных инвестиций в объекты социальной инфраструктуры, нам крайне пригодится. Мы до сих пор шли путем строительства и реализации инфраструктурных социальных проектов через привлечение средств регионального или федерального бюджета, но понимаем, что современные реалии нам диктуют и необходимость серьезной и плотной кооперации с частным бизнесом. Надеемся, что здесь вы нам поможете. 2019 год в Ненецком округе объявлен Годом здоровья, поэтому регион заинтересован в первую очередь в развитии проектов в сфере здравоохранения. Исполнительный директор агентства инвестиций в социальную сферу Илья Ковалев отметил, что после возвращения с форума организация, которую он возглавляет, сделает первые практические шаги, чтобы начать сотрудничество. Седьмым соглашением, которое на полях инвестиционного форума заключил Ненецкий округ, стало рамочное соглашение с государственной транспортной лизинговой компанией. Согласно документу, регион намерен приобрести самолеты «Сухой Суперджет». Пополнение парка авиапредприятия позволит осуществлять межрегиональные пассажирские перевозки. На сегодняшний день сложилась такая ситуация на рынке, где и она, благодаря правительству и поручению президента, что мы можем получить действительно серьезные преференции и при работе с лизингом, и при работе с межрегиональными полетами. Эти вещи действительно серьезно сегодня субсидируются. Есть помощь и в запасе запчастей, и в подготовке пилотов. Поэтому на сегодняшний день мы поставим задачу президента развивать межрегиональную авиацию. И мы очень хотим и стремимся к этому. Проект Ненецкого округа и ГТЛК по развитию авиации поддержан руководством Минпронторга России. По итогам подписания соглашения министр промышленности и торговли Российской Федерации Олег Бочаров выразил надежду на успешную его реализацию. Мария Владимирова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север, Сочи. Ключевым событием Российского инвестиционного форума в Сочи стало пленарное заседание под председательством руководителя российского правительства Дмитрия Медведева. Речь шла об эффективности достижения регионами определенных нацпроектами целей. Губернатор Ненецкого округа Александр Цибульский предложил при реализации нацпроектов учитывать специфику региона. Такое мнение он высказал в интервью нашему каналу по итогам пленарного заседания. Председатель Кабмина подчеркнул, что нацпроекты должны быть ориентированы на реализацию конкретных задач, стоящих перед регионами. Уравнивание показателей и объемов финансирования, по словам Дмитрия Медведева, недопустимо. Говоря о реализации национальных проектов на территории Ненецкого округа, глава региона Александр Цибульский отметил необходимость индивидуального подхода к вопросам развития территории. Председатель правительства сказал очень важную вещь о том, что у нас территория Российской Федерации очень большая. И те задачи, которые стоят перед Москвой, не всегда соответствуют и могут применяться одновременно на территории других регионов. Для территории Крайнего Севера это крайне актуальное направление. Я бы хотел, чтобы мы это учитывали, когда будем реализовывать те национальные приоритеты, которые обозначены на 204 указе президента, при том, что мы не ставим под сомнение о том, что те цели, которые обозначены, необходимы для достижения. Губернатор также отметил необходимость критически подойти к анализу нацпроектов в 2019 году и постараться прописать для каждой территории, условно говоря, индивидуальные планы развития. Речь в частности идет о показателях нацпроектов по строительству жилья. В Ненецком округу в соответствии с национальным проектом Министерства строительства доведена необходимость построить свыше 200 тысяч квадратных метров жилья к 2024 году. При этом одновременно с задачами по наращиванию объемов жилищного строительства на территории региона, как напомнил глава Ненецкого округа, национальная стратегия развития предполагает и возможность переселения граждан с территорий Крайнего Севера. У нас больше 2,5 тысяч людей стоят уже десятилетия в очереди на переселение с территории Крайнего Севера в климатически более благоприятные регионы. И вот эту задачу, на самом деле, мне кажется, с точки зрения рачительности и использования тех огромных средств, которые выделяются на реализации нацпроектов, о чем вчера председатель правительства нас призывал, мне кажется, что есть смысл подходить к дифференцированию, посмотреть, какие задачи на самом деле в приоритетном порядке надо решить, потому что они за собой тянут. Совершенно другой расчет по всем остальным направлениям. Если мы выполняем свои обязательства перед жителями, и которые хотят переехать в более благоприятные климатические условия, мы таким образом изменяем базу, от которой введем расчет. Соответственно, нам нужно другое количество социальной инфраструктуры, другое количество жилья. И это как раз и приведет, на самом деле, к уменьшению тех расходов и кратительному использованию средств. Вице-спикер регионального парламента Максим Арбузов и сенатор от Ненецкого округа Римма Галушина провели рабочую встречу. Стороны обсудили план совместной работы на текущий год, национальные проекты и концепцию закона о культуре. Римма Галушина рассказала о работе над концепцией федерального закона о культуре. По информации сенатора, доработанный вариант концепции закона проекта будет вынесен на общественное обсуждение, к которому планируется привлечь общественную палату, общероссийский народный фронт, соответствующие комитеты и комиссии федерального собрания. Также Римма Галушина рассказала об обсуждении национальных проектов в Совете Федерации о том, что планируется включить некоторые окружные инициативы в национальные проекты для привлечения федеральных средств. Есть такая возможность сенаторам задавать вопросы, касающиеся непосредственно региона, и действительно получать конкретные ответы. И если вопрос, допустим, требует разработки, то это входит уже непосредственно в постановление, под протокол, и вопрос решается. То есть это такой действенный способ, допустим, сдвинуть решение какого-то вопроса. Также Римма Галушина заявила о том, что готова лоббировать продвижение проектов из Нейнского округа в профильных министерствах и ведомствах. В свою очередь, заместитель председателя собрания депутатов Нейнского округа Максим Арбузов отметил, что нацпроекты являются одним из важных инструментов повышения качества жизни жителей округа. Общественные бани Нарьинмара будут работать в прежнем режиме. В частности, баня номер один. Такое решение приняли городские власти после детального рассмотрения данного вопроса, а также изучения мнения жителей Нарьинмара. Напомню, с 1 марта предполагалось изменение расписания работы муниципальной бани, после чего в адрес окружного собрания депутатов поступили обращения от жителей города, которые с новым режимом работы были не согласны. Необходимость перевода первой городской бани на новый график работы был обусловлен соблюдением норм Санпина. Он предусматривает введение технологического перерыва для проведения уборки в помещениях бани. Впрочем, окружные депутаты уверены, в нормах Санпина не говорится о получасовых перерывах на уборку. Кроме того, по мнению парламентариев, посменный график работы повлек бы за собой отток посетителей бани. В настоящее время ее посещаемость варьируется от 80 до 100 человек в день. Баня в районах Крайнего Севера – это не блаш. Ездернее считалось, что человек, посещающий баню, у нас оздоравливается в районах Крайнего Севера, проживающий. Почему? Потому что наступает разгрузка психологическая, физическая. У нас в округе многие проживают еще в деревянных домах, где нет благоустройства, поэтому они посещают баню. Но и многие уже жители, которые живут со всеми удобствами, также входят в баню. После многочисленных обращений горожан к окружным и городским депутатам, власти города после детального рассмотрения данного вопроса, а также изучения мнения жителей Наринмара, все-таки оставили прежний график работы общественной бани номер один. И очень было правильно принято решение после обращения жителей к депутатам, а мы уже обращались непосредственно к главе города, и было принято абсолютно верное решение, что необходимо оставить режим бани прежний. А для того, чтобы выполнить все санитарные нормы, можно сделать небольшой перерывчик в пять минут, когда будут люди из помощного помещения выходить, и в это время будет производиться санитарная уборка. По словам депутатов окружного собрания, прежде чем принимать решение об изменении графика работы бани, руководству необходимо было узнать мнение посетителей и изучить их предложение. То же самое касается и других важных для населения вопросов. Ну и на будущее хочется сказать, что все вопросы, которые возникают, проблемные вопросы в городе, в округе необходимо решать совместно. Не одна структура принимает решение, а обязательно совместно с город, с округом, город с депутатами, депутатами муниципальных образований, депутатами окружного уровня. Что касается предполагаемого сокращения штата сотрудников бани, то его тоже не будет. Александра Литкова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Такова информационная картина сегодняшнего дня. Увидеть новости можно и на нашем сайте. А далее прогноз погоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова